Пил тебя как в первый день? Ну, конечно, не как в первый день. Когда люди женаты столько лет, вырабатывается привычка. Только однажды мы с твоим дедом чуть не разошлись. Это когда я нашла у него в кармане платок со следами чужой губной помады. Мы тогда ужасно ссорились. Но мне показалось, что кто-то специально это сделал. Зачем? Этот способ используют многие женщины, чтобы заставить жен ревновать, ругаться с мужем. Беспроигрышный вариант, который всегда срабатывает. Неплохая идея. Очень неплохая. Я за ним следила, чтобы не позволить этой женщине забрать у меня мужа. Но, конечно, не все жены умеют действовать так хладнокровно, как я. Большинство из них сходят с ума от ревности. Начинают ругаться с мужьями, превращают их жизнь в ад. В то время, как их соперница готова пылинки с мужчин издувать. В конце концов, ему это надоедает, и брак распадается. Очень интересно. А что? Что если мужчина ведет себя так, будто ему нет до любовницы, никакого дела? Будто он вовсе не собирается бросать свою жену. Тогда нужно стать недоступной. Да-да, не сомневайся. Когда женщина не вешается тебе на шею, а наоборот, ее нужно завоевывать... Мужчине это нравится намного больше. Они ведь как дети. Возможно, ты права, бабушка. Очень хорошая тактика. Наверняка сработает. Ну, Франциско, надеюсь, ты не позволил ей себя соблазнить. Она очень привлекательная. Любого сведет с ума. Особенно такого неопытного, как ты. В следующий раз я дам тебе несколько уроков. Нет-нет, в следующий раз и не будет, я в этом абсолютно уверен. Я был поражен, когда в первый раз ее увидел. Раньше со мной такого не случалось. Мне хотелось увидеть ее еще раз. Это было чистое безумие. Не знаю, как так случилось, но мы договорились о встрече. И ты сразу потерял голову, да? Нет, вначале она просто мне нравилась, а потом это превратилось в какую-то манию. Я начал придумывать отговорки, чтобы не брать с собой Йоланту. Вся эта ложь. Однажды я поздно вернулся домой, и Йоланта начала задавать мне вопросы. Я взорвался. Это отличная тактика, дружище. Просто у меня плохое настроение, небольшой скандальчик, и готово. Нет, я не специально. Так получилось. Мне надоели эти дурацкие вопросы. Ну да-да, конечно. Йоланта ведь женщина, она все чувствует. Она у меня пыталась все узнать, но я ей ничего не сказал. Нет-нет, я решил порвать с ней. Помнишь, ты мне говорил, что знаешь, как это сделать. Но после этого, а не до. Если она станет моей, я не в силах буду ее бросить. Я скажу тебе, как действовать. Нет-нет, это не честно. Я так не могу, Эстебен. Я попросил Мирту не соединять нас, когда она мне звонит. Секретарша, будь с ней осторожен. Они любят болтать. Нет-нет, Мирта ничего не подозревает. Я придумал историю, что это модель, которой нужна работа, но я не хочу с ней разговаривать. Мирта благоразумная женщина. Я никак не могу понять, что заставило тебя так внезапно прекратить твой первый роман. То, что случилось на дне рождения Габи. Я потерял счет времени. Дома, с ней. Я целовал эту женщину в то время, как моя дочь задувала свечи на праздничном торте и ждала меня. Эй, не смейся. Ты должен понять, что для меня это очень важно, Эстебен. Слезы Йоланды и вопрос, который она задала. Франциско, что с нами происходит? Нет-нет, Эстебен, я должен взять себя в руки. Я не могу рисковать своей женой, детьми, счастьем. Я столько времени оберегал покоя в своем доме. Я не могу этим рисковать. Не имею на это права. Ты не знаешь, как с этим справиться, Франциско. У тебя был шанс без всяких последствий приятно провести время. Получить заряд бодрости на долгие годы. Лучше пусть все остается по-прежнему. Я должен выбросить эту женщину из головы. Но не знаю, как это сделать. Однако должен. Он не оставил мне сообщений в ресторане. Хотя я три раза ему вчера звонила. Что-то происходит. Что бы это могло быть? Он меня избегает. Я не позволю ему уйти так просто. Хватит бегать, я не могу сосредоточиться. Не можешь сосредоточиться? А зачем? В твою тупую голову все равно ничего не лезет. Да, конечно, ты одна у нас умная. И вообще оставь меня в покое. Хватит разговаривать со мной в таком тоне. После бабушки я главная в этом доме. Как я мог забыть о нашей королеве? А твой старикашка решил на тебе жениться? Слушай, сестренка. Хоть ты меня и старше, и главнее, но не смей больше поднимать на меня руку. Потому что я мужчина. Мужчина. О, да, конечно. Что тут происходит? Вы опять деретесь? А ты пропускаешь занятия? Не забывайте, что вы оба пар до фигероа. А где обед? Где Мария Эмилия? Я не знаю. Ушла куда-то. Звоню, как ты и просил. Не знаю, что бы я делала, если бы ты не ответил. Милая моя, как я рад слышать твой голос. Представляешь, мы с тобой в первый раз разговариваем по телефону. Ты обо мне думала? Все время, любовь моя. Я тоже. Я никак не мог заснуть, все вспоминал. Мне еще нужно вернуться в офис, но мы должны встретиться. Могу я сегодня прийти к тебе? Да, конечно, пораньше. Да, я люблю тебя. Я очень сильно тебя люблю. Пока, дорогой. И с кем это интересно ты разговаривал? Со мной тебе нет нужды притворяться. Я уже давно заметила, как ты ухлестываешь за учительницей. Хоть Марси и не сводят с тебя глаз. Да, но, понимаешь, все не так просто. Я решил сохранить пока наши отношения в тайне. Только ты знаешь об этом. Ты мне как вторая мама. Синьор Иоланда не знает? Нет, 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 никто не знает. Когда все будет готово, я всем расскажу. Могу я на тебя рассчитывать? Конечно, обещаю. Поздравляю. Хоть Мария Милия не принадлежит к твоему кругу, она очень милая девушка. Надеюсь, вы будете счастливы. Спасибо. Спасибо, старушка. Мне кажется, что все в этом доме ее полюбят. Твои родители с радостью примут ее. И Марию Милию, и ее семью. Да, я тоже на это надеюсь. Ты ведешь себя как тигр в клетке. Пойди погуляй немного. Я жду звонка.